окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зодия на аппарате absul of end of gods запасайтесь булками и готовьте лимонад друзья мы продолжаем наше приключение и сейчас мы находимся в мидгарде прошлой серии мы с вами нашли ключ но нас попросили чтобы мы сейчас его никуда не вставляли вот твою ж твою ж дивизию слушайте ребята он буквально за секунду до этого я как раз собирался сказать что надеюсь здесь в мидгарде мы в безопасности но сразу же сразу же я получил ответ на еще не высказанный вопрос нет мы не в безопасности здесь тоже есть монстры понятно будем осторожными по максимуму что показалось что какой-то шепот слышал но это наверное двери так открывались с таким звуком ой как здесь все тумане в пыли прям так там подъем наверх окей осмотримся хорошенько а туда стоит ли нам пойти туда так верните ключ доктору хенри кандерсону используя лифт отмеченный знаком b1 b1 хорошо так здесь знаков никаких нету где находится этот лифт потому что развилка и черт его знает куда сейчас лучше пойти там жесть какие звуки ребята так и здесь подъем наверх куда-то елки палки куда же лучше идти давайте посмотрим что там может быть там просто тупик вообще по идее скорее всего идти нужно сюда потому что сюда побежал монстр а как бывает обычно в играх идти нужно туда где противник нет здесь не тупик они здесь все-таки тупик или не тупик ооо отлично коллекционный предмет исследование мифов заметка номер четыре доктор хенрик андерсон и моя любимая жена доктор сара андерсон мощь молота перешла на совершенно новый уровень невиданные доселе молот поставляет энергию которой достаточно для питания станции он более стабилен чем любой другой источник питания он заряжает даже силовые ячейки мы приняли решение назвать полученную энергию эйтрием в честь создателя молота эйтри обладает не только теми качествами которых говорит хенрик он обладает безграничной магией я не знаю как именно можно описать обнаруженный феномен научными терминами эйтри оказывает запугивающее влияние на некоторых существ которые пришли к нам из мифов и представляют силы тьмы похоже что в руках тора он обладал поистине безграничной силой нет ничего удивительного в том что боги девяти королев сдвоялись встречи с ним ничего себе они изучали молот тора и этот эйтри эта энергия именно из молота взялась открыть защитную дверь нет не получается так ну похоже что здесь все но хорошо что все таки сюда заглянули коллекционку взяли видимо сюда мы потом придем еще откроем эту дверь и пройдем дальше тогда нам туда но вначале хотел бы сбегать сохраниться раз уж мы запись прослушали коллекционку взяли раз уж это здесь совсем близко вот так и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что это такое? Площадки для чего-то какие-то? Сюда что-то устанавливается или что? Так, нам нужен лифт B1 Так, там аудиозапись еще одна Исследование мифов заметка номер 5 В мифологии есть много богов, которые связаны с предметами, которые мы получаем из других миров У нас есть предметы Одина, отца всех миров Его сына Тора, бога Молнии Мы нашли подтверждение существования бессмертного Балдура А также узнали о Фрея, богине плодородия У нас есть связь с Хель, богиней смерти Миром, который отвечает за защиту колодца мудрости И Локи, бога лжи и обмана И он беспокоит меня больше всего Так, мы сюда не залезем? Нет? Так, пометки никакой нету Блокировка цикла Что-то здесь немножко подлагивает Что это за камень такой? Ох, какая статуя жуткая Так, и мы отсюда уже никуда не денемся Ворота закрываются Все Мы заперты Ох, здесь кровь Так, вроде бы я не замечаю никакого движения нигде Исследование мифов Заметка номер три Хочу отметить, что информация, которую мне и Хенрику удалось найти И просто сбивать с толку Как и говорил Хенрих в своих ранних заметках Только что я натолкнулась на историю О Великой Стене Которая была построена для защиты Асгарда От внешнего мира В истории говорится о богах, которые заключили с гигантами сделку Сделка заключалась в том Что если у гиганта получится завершить стену Он сможет жениться на богине Фрея Тем не менее, как только гигант был готов завершить свою работу Боги решили обмануть его Более того, Тор раздробил голову гиганта своим молотом То, что в книге молодой Эда называют стеной Вообще не похоже на стену Она представляет собой статую, расположенную у корней Игдразиля Я очень боюсь этой статуи Она такая же, как и та, что расположена на объекте Я говорю, приапслов Что это такое? Ладно, окей В какую бы сторону нам пойти Или вниз спуститься Давайте вначале поверху пройдемся, что ли Посмотрим, что здесь где А, стоп Всякие лифты Вызвать лифт Ну здесь пометок никаких нет Что это за лифт? Нам нужен B1 А, стоп Этаж, второй отдел изучения абсуллов А, вот это, наверное, он Здесь метка есть Ага, хорошо Но вначале давайте все равно смотримся Я так понимаю Здесь мы в любом случае еще окажемся когда-то Так, попытаться взломать эту дверь Или в будущем уже ее откроем Серверное крыло Ой Смотрите Это не очень похоже на того чертика Хотя, может, он и есть Слушайте, я уже не хочу здесь осматриваться Я передумал вдруг резко он сюда идет Ну и в баню Там все закрыто А, там еще есть пара дверей Которые, может быть, открыты Фух, хорошо Сюда он, по крайней мере, не идет Внизу вроде никого не видно Восточное крыло Западное Мы пришли из Южного Пятый уровень доступа здесь нужен Я просто не хочу заряды наши тратить Если мы в будущем все равно сюда придем Ну, я думаю, что придем Потому что локация большая И не может быть, чтобы это было Вот так вот зря все сделано Куча дверей, куча проходов Ну, я столько надеюсь Что это тот лифт, который нам нужен Так Мы сейчас на 2F Выход на поверхность 4F Вообще Нужно, видимо, вот сюда На B1 нажать Ага Мы можем попытаться Выйти на поверхность Давайте попробуем Не, я чувствую зря Я чувствую зря Я это сделал Ну, прям любопытно Просто до ужаса Просто одним глазком глянуть Это аж 4-й Выход на поверхность Здесь заряды есть Все сделали это Они выпили кровь из корней Они просто взяли и выпили Они не думали о безопасности Причинах или нормах этики Считайте это заявлением О моем увольнении Прямо сейчас я направляюсь на поверхность Прежде чем все Окончательно слетят с катушек Доктор Янг Мы пособираем Так, перезаряжаем Наше зрение Что за звук там был? Черт, там темно И ничего не видно Я думаю, здесь тупик везде будет, наверное Никуда нас не выпустят Ни на какую поверхность Может быть мы здесь еще что-нибудь найдем Интересное Или полезное Так, а может Повторяю сюда залезть как-то, да? Нет, я не думаю Ага, да Никуда мы дальше не пройдем уже Но по крайней мере Утолили наше любопытство Так, теперь на свалку уже едем Елки-палки, я чуть не обделался Вот это было реально колосно сделано Вот это меня напугало Жесть Фух Вау Подвал первый Свалка для мусора Вот это реально было, ребята Круто Вот это реально меня Ох, как напугало Так, там я вижу сохранение И это прекрасно Так, нам туда Там по-любому заперто Что-то Кодовая панель, что ли? Так, может быть здесь где-то код Мы найдем Да, кодовая панель Но кода я нигде не вижу Может быть мы там найдем код И вернемся сюда Уже с кодом Надо быть сейчас повнимательнее Значит Пожарный выход Так Дверь третьего уровня Ой, она открыта А у нас какой уровень? У нас вообще РЧ-метка первого и второго уровня есть Сглянем сейчас, что здесь просто Или нам сюда, наверное, и нужно Давайте тогда проверим вот эту дверь Ты допугал меня, сосранец Он у тебя? Восхитительно Слава Одину и всем его сыновьям Ты прекрасно справилась Я почти погибла Но ты же жива И теперь тебе удалось сделать первый шаг на пути к спасению мира Если верить плану, который я разработал Да, но не сейчас Мне нужно тебе слишком много показать и рассказать Но у нас совсем нет времени В конце коридора расположена комната Использую код 3, 2, 4, 5 Я расскажу, что делать дальше, когда ты войдешь в комнату Пожалуйста, оставь все вопросы на потом А сейчас иди, иди же Вопросы? Откуда я вообще должна начать думать? Почему здесь код неправильно написан? Он сказал 3, 2, 4, 5 А здесь 3, 4, 2, 5 Эм Он имел ввиду, видимо, как раз ту панель Давайте посмотрим, что здесь вначале Реально, у меня так напугал просто Мне показалось, что черт какой-то Откуда выходит Ага, мы не сможем здесь сохраниться Ну ладно Так, берем вот эти Зарядики Сколько у нас уже? 16 штих Это вообще шоколадно прям Доктор Лиза Свенсон Руководитель проекта 12-й день анализа таблеток Доктор Андерсон Принес артефакт в виде сферы На котором обнаружена гравировка Которая излучает магнитное поле Согласно текстам Которые были обнаружены вместе со сферой Она представляет Эта сфера позволяет сохранять душ Высших форм разума Есть информация об аномалиях И расколотых мирах Однако Ее невозможно расшифровать прямо сейчас Чуть помедленнее Пожалуйста говорите Я не успеваю дочитать О, великолепная коллекционка Еще туда мы можем пройти Хорошо Стоит ли это делать Правда Тихо-тихо-тихо Активировать Терминал Боркорп Не активируется Ну, видимо, в будущем нам это понадобится Ну ладно Тогда с чистой совестью отсюда мы уходим Так, давайте сначала введем код Потом сохранимся Так Три Два Четыре Пять Неправильный Значит ошибка была в диалоге именно, да? Но в задании правильный указан Три-четыре-два-пять Хорошо Что там Не знаю, но вначале сохранимся по-любому Это проливает свет на многие важные для нас вещи Спасибо за то, что смогла вернуть ключ обратно Всегда пожалуйста А тебе спасибо за то, что починил мой Ярн Грейпер Точно Мне кажется, что ты ничего не помнишь о своем прошлом Уверен, тебе хочется узнать, кто ты такая У меня такая же проблема К сожалению, на данный момент я лишен доступа к базе данных Поэтому мы должны сделать небольшое отступление Хенрик Тысячи людей погибают каждую минуту, а ты говоришь о каких-то отступлениях Мы должны найти ответ, Сара Я должен понять, что же случилось Не заставляй девушку страдать еще больше Ей так пришлось не сладко Не заставляй ее делать это Мы должны узнать правду Система обеспечения безопасности изолировала практически все элементы этой базы Тебе необходимо добраться до научно-исследовательского блока Чтобы использовать удаленное управление Которое позволит найти нужную нам информацию Я бы сделал это сам, но я все еще слишком слаб Я покажу тебе все, что ты должна знать по пути в блок Активируйте удаленное подключение для проведения исследования Окей Так, сюда мы не пройдем Что там такое? Непонятно Какие-то бассейны с водой Ой, там темно очень сильно Очень темно А, нет, никого нету Здесь очень пыльно Может быть туда перелезть? Нет Вообще, вот так вот можно было по вот этой штуковине там спрыгнуть Вы слышали? Здесь Кто-то есть А, слушайте, я даже здесь не могу пройти, невидимая стена Там, походу, что-то есть Что-то шевелится Да что такое? Почему я опять вспоминаю невидимого монстра из Амнезия? Помните, который в воде передвигаться мог Да чтоб ты был здоров Меня это пугает Очень сильно пугает Потому что я не понимаю, кто Где? И насколько мне стоит бояться? Ой Да чтоб ты был здоров Так, 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 так Туда мы залезем Но придется по воде пройти Что-то теперь я вообще не хочу по воде двигаться Так, я слышу, что здесь что-то вроде как есть По звуку Шкафчик О, еще коллекционный предмет Девять уже из двадцати восьми Ничего себе Ну, уже треть Можно считать Нашли Стоит отметить, что к некоторым вопросам Здесь относятся с небывалым вниманием В то время, как другие просто оставлены без внимания Мы находимся в сотнях метрах под землей В северной части Швеции Если что-то случится То помощь прибудет сюда не ранее, чем через несколько часов Кроме того, некоторые артефакты излучают вполне сезаемое энергетическое поле Которое может нанести ужасающий вред здоровью Каждый день сотни людей проходят мимо статуи, установленной в центральной части объекта Не говоря уже об огромном молоте, который был установлен в кабинете именитых ученых Таких, как я, которые работают рядом с ним без всяких защитных средств Этим утром мой планшет разрядился до нуля Но когда я возвращался в свой отдел, заряд был практически полным Это просто не может быть правдой Ууу, здесь электромагнитное поле сильное Оно даже ее планшет зародило Я инстинктивно просто отхожу назад Потому что не знаю, что отсюда может выскочить Отлично Еще подбираем, подбираем Некоторые вот не светятся, а некоторые светятся, кстати 20 штук у нас уже запасных зарядов Ну просто круто вообще Ага, придется сейчас один потратить Хотя может мы найдем зарядку Вот эту, которая заряжает А наши ячейки Продолжение следует... Так, осторожно, высокое напряжение Так, здесь может перепрыгнуть нужно О, стоп, зарядка Отлично, еще одну ячейку зарядили А, нет, можно остановиться на эти штуковины Просто непонятно, где именно высокое напряжение Так, тут ничего нету Нет А, восьмой уровень доступа А вот почему здесь зарядка Ну раз зарядка есть, тогда отлично Запросто сейчас мы взломаем Неважно с какой попытки Там еще одна ячейка как раз Бежит великолепно Вот это просто зашибись И еще одна прям рядом, посмотрите Вообще супер Очень круто Очень круто Так, куча дверей А это что? Прямо перед тобой на полу расположен аккумулятор В случае отключения электричества на территории всего объекта Ты можешь использовать его для подключения оборудования в небольших объемах Ян Грейпер обладает способностью удаленного заряда этих аккумуляторов Используя большие и малые вспышки энергии Как только ты закончишь с этим, ты можешь забрать энергию обратно Так же, как и в случае с другими силовыми станциями После этого в помещении снова станет темно Я не хочу, чтобы здесь стало темно, слушайте Подождите Здесь есть куча дверей Там станция заряда Поэтому можем запросто их сейчас пооткрывать Посмотреть, что за ними Так, не зря сюда пришли Сюда мы пришли не зря Возьмите Что там у нас? Нужно идти заряжаться. Эта штука, видимо, со временем сама себя подзаряжает. Да. Вот, что почти зарядилось. 25 у нас запасных зарядок. Вообще круто. Просто крутотень. Теперь 27. 27 запасных зарядов. Великолепно. Ох, сейчас бы сохраниться. Ох, сейчас бы сохраниться. Как я этого хочу. Мы очень далеко бежать. Так, ну что, посмотрим, что мы сейчас можем сделать с вот этим вот. Так. Чего с тобой сделать-то? Стрельнуть у тебя? Ага, нужно много раз. Так, подождите, разблокирую дверь. Я сейчас заряжусь заново. Хотя и было сказано, что мы потом с него можем забрать всю энергию. А может быть, это придется сделать по-любому. Ой-ой-ой-ой. Очень темно. Сейчас твой путь преграждает призрак. Это привидение гиганта Йотуна. Пришло время показать тебе всю мощь Ярн Грейпра. Используя последний уровень, который предшествует его перегрузке, ты можешь уничтожать коварные силы зла. Ты должна быть очень осторожна, ведь злые силы реагируют на Ярн Грейпра совершенно по-разному. Используя заряд Эйтри, чтобы уничтожить призрак Йотуна, который не дает тебе пройти дальше. Удерживайте до второго этапа, потом отпустите. А, то есть мы можем зажать кнопку, видимо, левую кнопку и держать ее? Вот сейчас бы сохраниться. Черт, плохо, что так его не видно. Так хочется его рассмотреть хорошенько. А это нужно поближе к нему подходить, ли издалека можно это делать, черт его знает. Так, подождите, давайте я попробую здесь сейчас, как это делается просто. Просто удерживайте до второго этапа. Так, оно не удерживается, оно... Я не понял, подождите, как это работает. Я нажимаю на левую кнопку мыши, и он автоматически один раз стреляет. Он не удерживает. А как же это тогда делается? Может, не прицеливаясь, нужно вот так вот как-то? А! Не понял. Так, зарядимся, пойдем. Да прям здесь попробуем удерживайте до второго этапа. Ага. А, это, наверное, перегрузка. Я слишком долго уже держал. Нужно в нужный момент еще и отпустить. Ой. Так, а сейчас у меня не получается это вообще сделать. Так, вот кажется, сейчас у меня получилось. Вот сейчас бы мне сохраниться, просто потому, что я еще не очень привык к этой новой способности. Блин, очень далеко бежать, чтобы сохраниться. Я просто боюсь, что сейчас у меня может банально не получится это сделать. С первого раза. Черт, черт, черт. Насколько близко нужно к нему подойти, еще же неизвестно. Давайте вот отсюда, а. Нет, ну... Получилось! Великолепно! Сразу же я бегу заряжаться. Так, слушайте, нам не объяснили, на кого это действует. Не забывай о том, что пока ты заряжаешь англейфер, ты можешь отменить заряд, чтобы избежать ее перегрузки. Не особо понял. Но, судя по всему, сейчас нам придется опять это использовать. Так, ну, слушайте, давайте пока что потренируемся. Потому что, опять-таки, вот сейчас я могу налажать очень сильно. Плохо, что мне не объяснили, на каких вообще противниках это действует. Допустим, чертиков тех могу я как-то таким вот образом убирать. Это я отменил, что ли, или как? Нет, так я только стреляю. То есть вот я, типа, заряжаю и отменяю. При этом заряд никуда не делся, не потратился. Ага. Все понятно. Больше мне заряжать не нужно. Я просто немного не то подумал. Я подумал, что можно, как бы, контролировать как мы многому потратим энергии. То есть, допустим, на какого-то противника две ячейки нужно, на какого-то там по максимуму нужно выстрелить все, что есть. Вот сейчас мне очень нужно сохранение. Потому что пока я не очень хорошо освоился с этой способностью, ой, мы обратно не вернемся теперь. Вот сейчас я могу много ошибок наделать. Сейчас очень опасно. Так, зарядимся. Зарядим зрение наше, точнее. Здесь очень темно, поэтому без него ну никак. Какой кошмар. Прямо перед тобой я вижу целое скопище гнуса. Древние мифы называют их троллями. К сожалению, мы случайно притащили их в этот мир во время экспедиции по поиску мифической арфы, захваченной волшебным созданием, которое нам удалось уничтожить. В те времена они были совершенно слепыми, но оказавшись здесь, они начали развиваться. Теперь они обрели уникальное зрение. Они отличаются чрезмерной агрессивностью и удивительной скоростью, и должна быть всегда готова использовать мощный заряд Янг Грейпра. Черт, я хочу сохраниться. Сейчас я очень хочу сохраниться. Где они? Где они? Ага, вот так мы можем вернуться обратно. Черт, только не упади туда, не застрянь нигде. Так, подождите, нам нужно, видимо, сюда. А если бы мы прошли вот там вот по контейнеру, по вот этому, куда бы мы попали, что-то не узнают. Слушайте, давайте глянем, что за дверью. Зарядим зрение. Ой. Похоже, что нам сюда нужно. Подождите тогда. Что же там в контейнере? Может, там просто секретка? Тьфу ты! Здесь вообще пусто. Ё-по-рассетая. Ну, реально, вот сейчас мне очень нужно сохранение. А сейчас, может быть, что-то очень опасное. Будет очень хорошо, если я первым делом увижу, где эти противники, где эти гнусы, эти тролли. Я слышал кого-то, где-то. Что, булькает что-то? У-у-у-у! Тут что-то бегает понизу. Ой, ёлки-палки. Ой, ёлки-палки. С призраком Йотуна было как-то попроще. Он просто сидел на месте и не двигался. А здесь что-то очень быстрое, и... Я не вижу даже, где оно. Нам что, в трубу лезть, что ли? Я не хочу. А походу, да, именно в трубу. Блин, ну где-то же здесь совсем рядом. Я слышал только что. Я хочу полностью зарядить зрение. Теперь лезем в трубу. черт она может быть где-то здесь вот 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 прям вот вот прям вот прям в трубе я чувствую себя в безопасности просто надеюсь может быть они не могут залезть трубу блин я их отсюда не вижу чтобы перестрелять их как-то так там непонятно есть там проходка какой-то могут ли они оттуда прийти могут здесь вот и щелочки тоже непонятно могут ли они проползти нет я не могу сюда проползти лишь не туда нужно я буду стараться действовать максимально по стелсу может быть если буду вот так вот аккуратненько 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 ползать от укрытия открытие они меня и не заметят даже узнать ну реально блин я очень хочу сохраниться это здесь только что что-то было так понять сейчас куда нам нужно будет мы спрыгнем назад пути не будет мы пойдем вот туда куда-то черт очень темно и такая ситуация что они могут с любой стороны наверно у нас настичь сейчас бы потише как-то это сделать только фух потихоньку тихо 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 трубу в трубу фух вы слышите прям дыхание слышно где-то кто-то здесь по звукам как будто не знаю собака какая-то бегает последнее сохранение было по моему более 20 минут назад уже более 20 минут назад так а куда мне теперь вот туда куда-то или туда там свет горит видимо туда тихо так там еще один заряд запасной его обязательно нужно взять там вот туда наверное или или поверку вот туда слушайте черт его знает реально тупик здесь вообще логично идти туда где свет запрыгни кто там кричал так а здесь то куда туда наверно да давайте вот здесь это спрыгнем чтобы было пониже и потише соответственно или вот туда там что-то шевелится слушай еще один призрак йотуна так а мы сюда а мы сюда не пройдем так-так-так-так-так так-так-так превосходно я не знаю почему я в него не попал перила что ли здесь мешают как-то черт еще и зрение заканчивается блин это столько ячеек что ли нам запасных потратить зарядов то есть фух ох как прекрасно что здесь есть вот эта штука очень прекрасно получилось получилось хорошо заряжаемся да кто там топает везде блин до сих пор нет сохранения ну офигеть и 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 что такое тут булькает Пожалуйста, дайте мне сохранение Я просто мечтаю уже о том, чтобы сохранить игру Подвал первый Свалка для мусора Так Мы в Эйтревый блок сейчас отправляемся Что такое? Что за твою дивизию? Это что за чертенок был такой? Это что за чертенок? Слушайте, игра нас вообще хоть когда-нибудь Планирует сохранить или как? Уже полчаса играем без сохранения Я просто уже хочу выйти из игры Мне уже нужно отдохнуть Я переволновался уже Но игра просто не сохраняет Зайшебись, лабиринт Просто шикарно Слушайте, на него подействует Вот это вот наша способность или нет Наш выстрел Так Перезарядим зрение Пока есть возможность Черт, он шустрый очень Пока я заряжусь Чтобы выстрелить Так Он убежал, убежал, убежал Пока что заряжаемся Фух Черт Ну походу Вот эти выстрелы действуют Только пока что на ютонов Или как Или Что-то узнаем Но экспериментировать не хочется Тратить Такое количество зарядов Опять вентиляция Из вентиляции в вентиляцию Что за звук я Сохранение Там сохранение Для меня это самое важное В этой игре Сохранение Игра сохранена О, какие замечательные слова Что ж, ребята Наконец-то мы уже можем Передохнуть и прерваться Спасибо вам большое За просмотр Не забывайте подписываться на канал И ставить пальцы вверх Как обычно С вами был Зоди Удачи, друзья Встретимся в следующей серии Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры